Субтитры делал DimaTorzok 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 Если правильно играть, то у вас всегда будут монетки полить любое дерево. Абсолютно любое дерево полить. Поэтому не надо польёт дерево кто-то, а кто-то не прилетел день, не прилетел два, не прилетел три и не полил дерево. Субтитры делал DimaTorzok Собирать для того, чтобы были сердечки. Я считаю, что достаточно собирать по двести сердечек. По двести сердечек. Даже слишком много ставить по двести сердечек того, что дают, не надо. То, что дает двести сердечек, вам хватит практически вот столько. Этого хватит вполне для того, чтобы собирать каждый раз, когда вы будете залетать на этот остров. И если вам с ним нужны залетать на этот остров, или же у вас есть сердечки, то не стоит сильно спешить их собирать. Потратьте свою энергию, которая есть, на более то, что надо. Потому что сердечек собирать вот столько, их вполне хватит на сутки. Вот, вот столько, по двести сердечек. Я сейчас уточню, вот это вот, вот это вот, не каток, каток, он 75 сердечек, его можно не собирать, пускай собирают соседи. Вот, что сердечек, эти я тоже не предлагаю собирать. Я предлагаю собирать по двести сердечек. Вот, все, что не дешевле, то есть все, что меньше дает двести сердечек, не собираем. Как сэкономить энергию и правильно играть? Собственно, я выставлял остров по своему вкусу, поэтому здесь стоит то, что дает двести сердечек, и то, что дает меньше двести сердечек. Ну, а если правильно играть, я расскажу сейчас так, про деньги. Денег на полив хватит всегда. Деревья собирать не надо. Поливать только, если собирают соседи. Потому что собирать деревья, это двадцать один урожай. Двадцать один урожай, это всего лишь двадцать один урожай. Элементарно, если вы хотите урожай, то, то, триста пятьдесят урожая дает ежевика за двенадцать часов. Посадите несколько ежевик, и она вам даст урожай. К тому же, ежевика даст опыта двести звездочек. Об этом я расскажу позднее. Но сейчас мы обратимся к тому, как зарабатывать монетки. Вы видите монеток? Их не стоит собирать, их по сто восемьдесят. Я обращаю внимание на то, что монеток лучше всего собирать только с тех зданий, которые дают много монеток. Такие здания, вот, прекрасно смотрятся. Вот, три пятьсот пятьдесят. Ещё раз повторю, я не знаю, кто не расписывал первый раз. Или вот такие здания, которые дают тысячи восемьсот. Меньше тысячи. Пускай берут соседи. Соседям надо помогать. Это очень важно. Соседям берут мало, но делают тоже достойную помощь. Большое спасибо каждому соседу за эту помощь. Сейчас поговорим о втором вкладном сюжете. То есть, больше тысячи брать можно. Меньше тысячи брать не советую. Пускай помогают соседи. Только не забывайте, то, что собрали соседи, вот эти предприятия, эти лотки, вот это всё заряжать. Заряжать. Вам ещё совет. Обязательно поставьте стадионы. Можно ни на одно можно, и можно на несколько. Смотрите, стадион даёт девять тысяч. Так же самое со стадионом идёт коллекция. Так же. Коллекция со стадиона идёт на кубки. Кубок за волю в победе, кубок чемпиона мира, суперкубок, спортивный кубок, футбольный кубок. Оно с этой коллекции даёт 5000 монет и 1000 звёзд. Это когда идут на опыт и помогают вам быстрее пройти уровень. То есть, мой совет. Поставьте себе как минимум 7 стадионов. На этом острове у меня их не 7, потому что ещё несколько стадионов я поставил на другом острове. Я поставил на другом острове. Вот. Так я могу сказать, как оно есть для того, чтобы не мало. Смотрите. Так же самое. Не стоит всё захламлять огородом. Огород должен стоять так, чтобы вам нравилось то, что стоит огородом. А не вы думали, вот, всё место на огород и уже всё. Это уже... Смотреть не красиво. Просто пахать, пахать, пахать. Так городке быть не должно. Вот такие мы прекрасно видим по 1200 или просто по 1000. Лотки или стадионы. То есть, или предприятия, которые нужно собирать. О чём я говорил ранее. Так же самое мы начнём к огороду. Пускай деревни собирают другие. Не залейте денег их полить. Денег вам хватит. Денег вам хватит. Что я хочу сказать? Вот. Есть фабрика ресурсов. Её собирать не стоит. Я её сейчас соберу. Покажу. Для предприятия, что она даёт 1000. Но не важно, что она даёт 1000. Она даёт взамен всего два сердец. То есть, два опыта. Два опыта она даёт. Вот. Вот. Такая вот вещь. Когда же она просит зарядить, она в себя просит забрать 10 тысяч монет, 50 настроения, 6 рабочих. Это невыгодный процесс. Он ничего не даёт. Потому что, если вы на 10 тысяч возьмёте и посадите ежевики, вы получите с каждой ежевики под 350 урожая. А это будет гораздо больше, чем с вот той фабрики. Так же самое. Вы получите не два опыта звёздочки на уровень, а 200 опыта звёздочки на уровень. И вы сможете быстро прийти уровень. Собственно то, что вот такая фабрика вам никогда не даст. Хоть она созревает и 5 часов, не 12 часов. Хоть она даёт 1000. Но за 5 часов вы потеряете больше монеток и уйдёте никуда. Поэтому заряжать её я категорически не советую. Вот. Кстати, один из стадионов, который я не поставил там, он стоит тут. Почему я советую ставить все здания, а советовать те, которые больше 1000? Потому что если вы будете собирать те здания или предприятия, или дома, которые дают меньше 1000, вы потратите всю энергию, и не будете иметь монеток, на которые можно посадить. А если вы не будете иметь монеток, на которые посадить, у вас не будет, чтобы зарядить нормальное здание, чем? Чтобы потом это здание собрать и получить много монеток. Могу дать ещё такой совет. Хотя бы несколько поставить супермаркетам. Почему? Потому что супермаркет, он даёт даёт 9500. Их я бы советовал поставить хотя бы несколько. Так как я расставил городок по тому, что лично нравится мне, незамечательно на то, что даёт много, то у меня получилось по-своему. Поэтому магазины вместе рядом не стоят, потому что в реальном мире магазины вместе бы не устояли. это не выгодно. Было бы ни одному магазину, поэтому и в виртуальном мире я основываю на каком-то том, что может мне лично нравится. Вот. Так самое 200 сердечек, вот тут вот можно самая что могу основываться по тому совету, который вам поможет. Но не стоит всё ставить самыми выгодными предприятиями. Вот такие здания вот тут есть. Сейчас я расскажу про бизнес-центр. Что лично мне бы хотелось сказать лично про бизнес-центр. Потому что уделяем внимание лично бизнес-центру как отдельному зданию, которое даёт очень много дохода. Это я сейчас покажу лично сколько. После того как вот расскажу. Загружается туда настроение 200. Но 200 настроение это играть вполне можно, если правильно играть. 1800 ресурсов, если правильно играть, это вполне можно. Потому что у меня на это и сейчас пока выделяется количество, в общем, хайо да, так сказать. Одно то, что не очень хорошо у этого здания, почему я его не советую ставить больше в количество одного или двух, это 200 рабочих. И как бы он не забыл за это 15 тысяч, 200 рабочих, 200 рабочих всего своим видом испортил. вот этот. Вот такой бизнес-центр. Покажу его сейчас вот тут вот. Чтобы ни у кого не возникало сомнений. Скажу честно, у меня без ресурсов 3. Но это не выгодно. Для того, чтобы на всё хватало ресурсов, у меня вот тут вот агарон. Вот такой вот агарон. Потому что оно никогда не принесёт вам удачи. Что насчёт постройки домов? Постройка домов. Что касается домиков, домики должны стоять абсолютно все. Вот домик, который даёт 100 жителей на своё. Он даёт больше всего количество жителей. Ни один домик столько не даст. Но, если вы хотите хорошо построить свой городок, то ставьте все домики, какие только бывают. Чтобы у вас было в городке красиво. Так же самое поговорим о статуях. Статуи? Это стражевые статуи башни. Которые никогда в жизни вас не защитят от котов. Потому что на котов ни одна башня не такая. Или ещё допустим вот такие башни. как вот тут. Вот. Вот. Башни вот такие. Или же вот такие башни. вот. Абсолютно не защищают от котов. Сколько сколько их не покупай, сколько не прижиняй усилий для их постройки. Они никогда сколько в них не вкладывай монеток, больше никогда не дадут защиты от котов. поэтому не стоит на них тратиться ставить их и тем более не вставлять монетки. Всё, что происходит с котами решают только те, кто придумали котов. Не стоит заморачиваться. Мой вам совет. Не забывайте садить ежевику. Если у вас её собрали соседи или по возможности советую вам насколько хватает энергии собирать и садить её самим. Только так вы будете приходить уровни и получать за эти уровни больше и больше новой энергии. Всего энергии лимит 90. Поэтому больше чем 90 вы не сможете получить энергии. Но если вы будете просить у соседей то не забывайте заходить в игру или перезаходить несколько раз. Потому что за один раз захода в игру вы можете забрать только 75 того, что прислали соседи. если у вас соседи больше, чем 75, то перезайдите столько раз, пока вы не увидите, что вы забрали абсолютно всё, что вам прислали соседи. с таким советом хочу поделиться. И собственно ещё хотелось бы один один вот тут вкратце показать снежный остров, какой вот он есть. на данный момент я на данный момент я приведу немного пример. Я приведу пример Снежный остров. Снежный остров это вот такой пример, на котором прилетают соседи и делают абсолютно всё сами. Спасибо каждому соседу. Я собираю всего лишь немного это тут 1200 монет. Потому что этот остров сделан чтобы на него было приятно посмотреть. И каждый остров я стараюсь сделать таким, на который приятно посмотреть. чего я всем советую посмотреть. Чтобы было приятно у каждого. Пускай строятся городки не только в прибыль, а ещё и так как вам бы это нравилось. Я сейчас продемонстрирую вот такой остров остров мне продемонстрирую вот такой остров почему я соберу 239 монет. Потому что мне нравится число что на 239 потому что девятка оно к последнему числу прибавляет каждый раз какое-то число. Все остальные у них либо 5 либо 0 последнее число. мне вот нравится замок тем что оно прибавляет по 9. Лично по такому понятию я собираю замок. Вот как примером я могу предоставить остров Снежный. на данный момент это один из островов которые я решил показать тут потому что много я показывать не буду многое я обязательно когда-нибудь выложу еще если вы будете меня смотреть обязательно потому что сказать можно многое вот урожай кстати варя срабин срабин или вот с домиком с домиком вот 850 там 330 хорошие хорошие вот я сейчас по коллекциям покажу вот урожай дают они на огонь пять огня с каждого сбора самки варюшка снежинка шапка зимняя вишня они дают на огонь огонь заряжаем вот сюда вот сюда и оно за 30 минут дает 20 дополнительных энергий чтобы можно было еще играть так же самое не забывайте ежедневный бонус ежедневный бонус ну и нажимать сюда нажимать сюда и просить у каждого каждый день подарки после того как попросите подарки перезаходить несколько раз в игру как я уже говорил но я это не буду показывать потому что когда перезаходят в игру это тратится время и в общем видео не обхватывает тот размер экрана потому что видео обхватывает только размер экрана игры тут не будет видно сколько бы я не перезагружался как оно целом выглядит но перезаходите и забирайте с каждого подарки потому что когда дарят много человеку это естественно больше чем за один заход забирается только семьдесят пять а можно забрать больше это вот как не забывайте просить всегда энергию почему потому что с энергией вы сможете играть без энергии к сожалению играть нельзя даже самое как не забывайте нажимать подарить всем принять все это очень важная функция вот еще важная функция не забывайте крутить каждый день яйца потому что у яйца бывают птицы баксы бывают энергии бывают удобрения человек конечно будет стоять ждать что в общем это думать что, в общем, тормозить важно, но это не так, столь важно. Я думаю, выбрать третье яйцо и забрать энергии. А всему, про всего, нужно просто внимательно следить, что вы хотите забрать, для того, чтобы знать, куда он это покрутит, внимательно за этим следить, потому что всё можно увидеть, всё можно увидеть. Вот как оно и есть, просто на данный момент всё можно увидеть. Покажу ещё, как я бы стоил вот этот вот остров. Вот тут 1950 монет, тут 1950 монет, но тут, короче, вот так вот что это вот собирать, это я буду собирать. Вот это вот, я бы не советовал собирать, потому что здесь меньше тысячи монет, поэтому пускай стоит чисто для красоты. Вот моя задумка, что я хотел, чтобы вот тут стояла сцена, чтобы вот тут было красиво, потому что я хотел, чтобы тут как-то к отдыху было всё красиво, хорошо, отдыхающе, ну, не всегда отдыхающе 860, а не 1000, не всегда это настолько вот. Так, домик для гостей, всего 820, ну, поэтому тут как бы я не думал о том, что стоит это делать, или стоит этого не делать, по каким-то причинам, что оно стоит ту цену. Вот, алмазная купальня, у меня вот тут вот стоит, вот, за хорошую цену, кстати, тоже. Но не очень много, ну, 1350, да, это уже можно собирать вполне. Никогда не забывайте, я сейчас ещё раз скажу денежный станок собирать, денежный станок, это очень важная вещь, поэтому, по возможности, не старайтесь, чтобы у вас всегда были алмазы, заради денежный станок, по возможности, не старайтесь так. Ну, а самое главное, самое главное, это то, чем я удостоил свой остров, это своим именем Толик, я удостоил свой остров, ну, и флагом моей страны, я удостоил вот этот вот остров. Поэтому тоже не всё даёт монетки, что украшает красиво остров. Это тоже важный шаг, которым стоит задуматься, когда начинаете играть. я думаю, что совет всем поможет, обязательно прислушивайте к совету, и ставьте палец вверх, если вам понравился совет. Если же вы считаете, что вы ждаете что-то лучше, что-то умнее можете сказать по этому поводу, или же вам просто не понравился мой совет, ставьте палец вниз. Палец вниз, это будет означать то, что вам не нравится, то, что я сказал. Если же вам нравится то, что я сказал, палец вверх ставьте. А если кто ждёт ещё, что я что-нибудь сниму полезное, пожалуйста, подпишитесь. И обязательно видео про птичий городок будет не последнее. До новых встреч! Продолжение следует...